А сейчас я скажу несколько слов, поскольку у нас научный семинар, и я представлю нашу гостью, ну, так сказать, как полагается, Светлана Баскова по образованию архитекта. По профессии нынешняя она художник, режиссер, а также преподаватель и директор института база. Ну, а этот институт в представлении не нуждается. Вот, и я полагаю, что нам сегодня выпала очень редкая и счастливая возможность услышать наступление Светланы, поскольку тема ее лекции для нас очень новая. Вот, и я рада коллеге, что нас много достаточно собралось, потому что, видимо, вы услышите то, чего никогда не слышали, потому что большинство наших партнеров Московского университета, и, в частности, философского факультета, это, как вы знаете, культурный эстеблишмент, это государственные институции, соответственно, хорошо финансируемые. Да и частные галереи, которые у нас есть среди партнеров, их очень мало. И вот путь Светланы – это как раз свидетельство того, как куратор и художник может искать себя, не впадая в зависимость не только от официоза, но и от диктата рынка и галерейного давления, и как вот сохранить в себе ощущение, что художник свободен, и что он может все. А это для него первое и последнее. И вот Светлана Москова, она моего поколения, она в искусстве давно, и я давно ее знаю, еще с начала 90-х. Вот, ну, поскольку здесь люди молодые, то, может быть, вам нужно напомнить, что начало 90-х – это время очень активное для нас, складывание московского акционизма, перформансов. Олег Кулик тогда начал выступать, Анатолий Осмоловский, Олег Маврамати, ну, известные люди. И вот тогда современное искусство пробивало себе дорогу на полном энтузиазме и вандюризме даже, можно сказать. Вот, и опыт независимости с тех пор и остается главной темой творчества Светланы. Ну, если я угадала вашу тему, вот, я надеюсь, мы и будем об этом сегодня говорить. Правильно? Да, об этом мы тоже. Спасибо. Ну, что ж, тогда вам слово, Светлана. Да, большое вам спасибо, что вы меня так представили, большое спасибо, что вы пригласили. И, Александр, я абсолютно солидарна в том, что мы все находимся часто в одинаковом положении, когда мы не можем пригласить лекторов серьезных. Но, например, у нас в том году был такой случай, что в том году, по-моему, да, приезжал Дэвид Джозелит в Москву, в гараж. У него там была лекция. И на этой лекции было почему-то не так много народу, и меня тоже не было на этой лекции. И я вдруг подумала, почему бы нам бы не пригласить в базу к нам. Анатолий Осмоловский сказал, что это абсолютно безумная идея, что это просто невозможно, потому что он просто топ-критик и вообще просто звезда. Так принято, что на сайтах институции есть прямые адреса, мейлы профессоров. Я просто написала мейл и сказала, что основа профит на институции. Мы хотели бы, чтобы наши студенты задали вопрос, и мы могли бы поговорить с ним, я не знаю, просто с ним пообщаться. Просто хотела. Но так как это неожиданно, мы просто затронули этот вопрос. И вот как раз Дэвид Джозелит к нам пришел, нашел время. И это было вот абсолютно неожиданно. Вот этот вот наш институт. У нас не такое большое пространство, но все-таки, и там достаточно плотно мы сидим. Но у нас есть экран, все, что нужно для того, чтобы проводить лекции. И вот Дэвид Джозелит пришел. Мы попросили Леру Кананчук переводить. И это была потрясающая встреча и для студентов, и для нас, и для преподавателей. То есть это был просто какой-то исторический опыт. И понятно, что мы никакой гонораром не платили, потому что это было бы просто невозможно, потому что я думаю, что его гонорары какие-то фантастические. Так что это было такое отступление, поддержка Александра, что всегда для нон-профитных институций или каких-то платформ мы всегда готовы открыто общаться и на какие-то совместные кисти. Но Александр так серьезно объявил лекцию, что, наверное, о независимости я могу сказать чуть позже, потому что так настроилась и целый день готовилась. Потому что в нотациях лекции сказано, что лекция посвящена значению критического подхода в подготовке выставочного проекта. И, собственно говоря, я должна ответить на этот вопрос. И я хочу сразу ответить, раз это стоит в начале, в заявке, то я хочу сразу обозначить, что такое критический подход к проектированию, подготовке выставки для меня. Я сама являюсь еще куратором. На моей практике, наверное, выставок 10 самостоятельных и другие совместные. Поэтому, наверное, я могу сказать, исходя из своего опыта, то, что я думаю по этому тему. Я думаю, что критический подход к созданию выставки – это именно то, когда ты как куратор, неважно, какая это выставка, мы сейчас разберем, когда ты как куратор создаешь что-то другое, другое то, что незнакомо, то, что не принято, какую-то выстраиваешь другую систему координат, которую, ну, с твоей точки зрения, никто еще так не собирал, как собираешь ее ты. И создание новых смыслов, новых языков, новых сообществ, если это групповая выставка и ситуации, все это, в принципе, является политическими актами. Поэтому для меня критическое – это политическое. И так как вот эти вот создания новых смыслов, они признаны различать, разделять, то есть уходить от одной центральной линии, выявлять различия и производить разногласия, то поэтому это политическое и это критическое для меня достаточно близки в этом смысле. И недаром мы… Да, в общем, это я сказала о критическом, а также я хотела сказать, что мне близко профессия куратора, потому что это всегда какой-то проект, это какое-то высказывание, а проектное мышление мне близко, потому что по образованию я классический архитектор, который закончил в Мархи, потом я режиссер – это тоже очень близко по созданию сообществ и по пониманию людей, по возможности предложить им комфортные условия проживания на той или иной территории, потому что для куратора, мне кажется, очень важно чувствовать тех художников, с которыми он работает. И неважно, какая стоит задача той или иной выставки, но вот это вот внимание, эта забота, это точное попадание гарантирует успех выставки на 80%. Ну, может, чуть меньше, потому что, конечно, должна быть идея, интеллектуальная составляющая, но я вас уверяю, что художники будут себя чувствовать комфортно только тогда, когда им все понятно, когда они правда собрались для того, и понимают, зачем куратор предложил им участвовать в этом. Поэтому я очень часто бываю против сборных выставок, когда там просто, я даже не знаю, ну, как «Наша Россия» или еще что-то, бывают такие выставки или еще какое-то название, «Так это провел лето», например, когда художник не знает, что ему приносить, то есть он приносит все, что он хочет. И я не знаю, насколько это интересно, насколько важно это для его собственного развития. И иногда мне кажется лично, что это может мешать художнику, потому что, может быть, ему надо наоборот собраться и как-то выстроить свою жизнь внутри, свою ситуацию в искусстве, а потом уже сознательно выставляться. То есть вот это вот бессознательное участие в выставках меня иногда пугает, и я студентам рассказываю свою точку зрения, но не всегда они с ней соглашаются, но, может быть, ко второму году обучения они приходят, многие к этому, что, в общем, мне приятно. И дальше я как раз хотела рассказать про свой опыт кураторства и про разные выставки, которые, собственно говоря, можно делать. Первое, я хочу начать с персональной выставки. Персональная выставка тоже бывает с куратором, и я хотела как раз сейчас показать и рассказать свой опыт именно кураторской выставки Вадима Мурина, художника, который живет в Ростове-на-Дону. Его выставку, в итоге это получился проект, мы делали с 2016 года по 2018, потому что это персональный проект, это был каталог, и в итоге она состоялась в 2018 году, а в 2016 году я приехала в Ростов-на-Дону, потому что была выставка Сергея Сапожникова «Драма машин», и там я познакомилась. Ну, мне всегда интересно, что происходит в художественной жизни современной того города, в который я попадаю, и я интересовалась. И также я зашла в мастерскую к Вадиму Мурину. Мы с ним одного возраста, одного поколения, и было очень понятно, хотя у него работы, которые, может быть, мне непривычны, но очень было понятно общение, проблемы, и то, что стояло за ним. И через какое-то время, наверное, через полгода, мне фонд «Дон», который в Ростове-на-Дону находится, предложил сделать персональную выставку, прокурировать Вадима Мурина. И это самое главное, что у нас образовался какой-то общий язык, и для этого не обязательно быть фанатом этого художника. Это работа тогда, когда вы понимаете по-человечески, и вы в одной эпохе живете, и вы прожили 90-е вместе. И, в общем, очень часто люди, прожившие 90-е, и оставшиеся в искусстве, говорят на одном языке. Это достаточно легко его найти, и не так много, в принципе, людей выжило в 90-е годы и осталось в искусстве. Выжило, в смысле, в искусстве. Ну, осталось в искусстве. И здесь я применила такой прием, такой подход, подход от первого лица через личную историю, через личное общение. Это первое. И второе. Я посмотрела на ситуацию в Ростове-на-Дону, что происходит с живописью, потому что, надо сказать, что Вадим Мурин занимался живописью. И вся история, ну, краткая история заключается в том, что в Ростове-на-Дону в 80-е годы, так и в России, в других городах, в Москве в основном, был всплеск нового современного искусства. Оно появилось, и оно появилось, так как мы все знаем, что это отпечковавшийся потом трехпрудный переулок, потому что те ребята, которые были в Ростове, переехали в Москву. И неважно, как и что, но Вадим Мурин, он остался в Ростове, он практически один остался. И он занимался живописью. Живописью заниматься в 90-е годы было просто неприлично. Ты был просто невидим. То есть никто не воспринимал тех людей, которые занимались живописью, и это никак не артикулировалось. И в принципе искались новые формы, и, наверное, это правильно. А почему? Я все время думала, живопись была неактуальна, потому что была нарушена традиция, а это очень важно, была нарушена традиция с авангардом. И я думаю, что это очень важно для развития искусства, не нарушать традиции, чтобы была история искусства, чтобы она не нарушалась, и одно выходило из другого. В 90-е годы, конечно, это был взрыв, и, собственно говоря, поэтому мы имеем сейчас достаточно мало преподавателей современного искусства, потому что преподавание тоже было в современном искусстве остановлено, тоже традиции преподавать не было. Поэтому все, кто сейчас преподает, это вот наше поколение, что ВПСИ, что Вроченко, что вот у вас, то есть мы все из одного поколения, и мы все пошли в образовательный процесс, потому что больше некому этим заниматься. Я думаю, что мы должны, конечно, оставить тех, кто будет дальше это продолжать образование делать, потому что образовательных институций у нас не так много, поэтому мы на своем опыте, как вот уж мы живем, как делаем, стараемся нашим студентам тоже прививать это вот, ну, это же не всем дано преподавать, но мы открыты всегда, когда наши студенты идут и преподают, и мы практикуем это, потому что ну, так складывается жизнь. Может быть, я немножко увлеклась, и вот, да, два было вопроса, я, может, включу картинку, потому что иначе вам будет скучно так все на меня смотреть. Я постараюсь включить картинку. Значит, вы, наверное, видите Вадима Мурина. Да, нет, да, да. Вот это Вадим Мурина и его мастерская, я приехала в Ростов для того, чтобы с ним найти общий язык и записать интервью. Я все это очень люблю, узнавать биографию и все остальное, при том должен быть каталог, должен быть текст. И кроме, вот первое, я говорила же, что это был подход от первого лица, что это персональное, а второе, меня заинтересовал живописный контекст Ростова. Это продолжение традиций, потому что получается, что тут с живописью тоже была немножко прервана традиция, но не так серьезно, как у нас, потому что в Ростове есть такое выражение слепая любовь к живописи. Такое очень странное выражение, оно меня очень заинтересовало. И я стала выяснять, кто где учился, где он учился с живописи, кто были его преподаватели. Оказывается, там есть одно училище негреков, в котором они все были, и там были прогрессивные преподаватели живописцы, такие как Теряев, например, и я все это стала поднимать, все это я поднимала, поднимала для того, чтобы создать эту цепочку, эту традицию, эту взаимосвязь того, что происходило на уровне живописный контекст Ростова, вот так у меня называлась статья в каталоге, и я проанализировала, как это, начиная с преподавателей, как это случилось, что возникли новые современные художники, что уехали, кто остался, как все это происходило, и в принципе Вадим остался совершенно один в городе, кто занимался живописью, и он продолжал это делать стойко, и в принципе у него разные работы, это вот какая-то одна серия, у него просто совершенно разные работы, вы сейчас увидите, и мне показалось, что и он был для Ростова и есть таким вот очень важным человеком, который остался здесь, остался, занимался искусством, это очень важно знать, что кто-то кто-то вот есть, и кто-то этим искусством занимается, это крайне важно, и это в общем-то очень такой политический шаг, очень смелый шаг остаться одному и продолжать заниматься искусством и экспериментировать, то есть он занимался такой современной живописью, и далее я начну уже показывать выставку, которую я сделала, и начну наверное с экспозиции. В итоге это небольшое такое помещение, которое ну правда оно такое небольшое, и так как мы делали персональную выставку, то конечно Вадим хотел показать как можно больше работ, и они разного периода, и моя экспозиция, да, я работаю обязательно с пространством, с экспозицией, сама, то есть у меня здесь все взаимосвязано, и черные работы, и вот черный период в одном месте, там белый в другом, какой-то период похожий на трансавангард, еще где-то, то есть надо было разграничить это пространство и убедить Вадима, что не надо очень много работ показывать. Это тоже очень важно, потому что иногда одна работа, важнее увидеть одну работу осмысленно, чем просто завешенные стены, то есть именно нужно пространство, которое работает между зрителем и работой. Вот это пространство и, наверное, оно наделено какой-то энергии определенной, которая и работает со зрителем, между зрителем и художником. Ну, как бы у меня есть такое представление. И правильно выставленная работа, она может больше сказать, просто шпалерная развеска, извините, изображение. И здесь покрашены в такой цвет были возведены стенки, и они покрашены в такой зеленый музейный и бордовый музейный цвет. Может быть, здесь не совсем цветопередача подходит, но в принципе меня устраивает. И надо сказать, что надо также было сравнить и понять с чем-то сравнить мне хотелось работы Вадима. И так получилось, что как раз это было, я его сравнила в каталоге с Мимо Паладина, который в 77-м году, когда был концептуализм и тоже было немодно заниматься живопись, особенно фигуративной, как мы видим, здесь фигуративная живопись, то он сделал такую работу, который назвал «Безмолвно я ухожу, чтобы нарисовать картину». Так называлась эта работа. То есть это был некий вызов художественному дискурсу, но так как это было на почве продолжающихся непрерываемых традиций, то соответственно были арт-критики и арт-критик, теоретик искусства Бани Талива, увидев это и в итоге определил это движение, там была выставка пяти художников, и увидев эту выставку, он определил это как транс-аватгард и в итоге вывел это не только на выставке, но, собственно говоря, и на рынок. Сейчас я еще просто покажу. я чуть поближе показываю работы Вадима Мурина, потому что именно на этой стенке есть некоторые работы, которые близки немного по стилю мимо паладина, и сейчас я покажу конкретно две работы мимо паладина. Вадима и мимо паладина. Вот, например, одна работа мимо паладина 82-го года, если это видно, да, и вот есть такое пересечение, как мне кажется, к сожалению, тут надо все время представлять. Вот, и, например, тот же Вадим Мурин, который, вот, например, такая вот работа, и очень многое связано со смертью, с какими-то вот такими переживаниями после смерти. Также, вот, еще, например, одна работа мимо паладина, тоже, вот, тоже его работа были связаны со смертью, и он говорил об этом, и последняя работа, которую я покажу, которая в этом же ряду для меня находится, это вот работа Вадима Мурина, тоже, в общем, какая-то борьба с чем-то, может быть, мистическим и так далее. Как вы видите, это живопись, это не суперсовременное искусство в нашем понимании, но задача была, именно стояла задача, которую я уже сказала, наверное, не стоит повторять, но я все равно повторю, это сделать хорошую выставку художнику моего поколения, показать его взросление, его становление, также сделать, также сделать, обозначить живописный контекст ростовской живописи, и таган-рок тоже я включила, потому что это все очень важно, эта преемственность мне оказалась крайне важной. Так, я не очень долго, как у меня с ритмом, Александр? Слушайте, я думаю, что все в порядке. По-моему, очень интересно все, нормально. То есть у нас кренит звонок в какой-то момент, и все не закончится. Я смотрю, да, почитала. Вот, то есть это вот выставка, которая была с Владимиром Муриным, и это, правда, два года было, это было интервью, я писала текст большой, потом надо было его отложить, и, наверное, полгода он лежал, потом опять я к этому вернулась, то есть, ну, там еще по времени все сдвигалось, и это было только на руку, потому что получилась, в принципе, хорошая выставка и очень хороший каталог получился, с разными фотографиями, я там за фотографии его из детства, там школа какой-то, выпускной, где он с какими-то художниками, то есть добавила туда какой-то жизни, потому что, мне кажется, это крайне важно, когда мы говорим о личности художника. Дальше я перейду к противоположному, к совсем, сейчас секундочку, я должна для этого открыть какие-то папки, сейчас я это быстро сделаю, эти я закрыла, так, это я закрыла, а вот это я открою. Дальше такое странное, странное предложение поступило мне, и уже не от фонда, ну, фонд, это как бы институция, это были, ну, серьезные профессиональные отношения, а тут поступает предложение из Ташкента, Узбекистана, это другая совершенно страна, и у них, оказывается, есть биеннале современного искусства, которое очень давно не проводилось, и они решили в 2018 году провести биеннале современного искусства. Там было несколько инициаторов, но каким-то образом им удалось пробить это все, я даже не знаю, каким образом, и было задействовано очень много каких-то пафосных пространств и залов, и они мне позвонили, одни из организаторов, говорят, мы очень хотим, чтобы вы сделали кураторский проект, потому что вот вы, наверное, сможете его сделать, и у них при этом совершенно нет никакого бюджета, вообще никакого. И они говорят, вот мы можем оплатить только билет на самолет один, гостиницу и еду одному человеку. Ага, подумала я. Но здесь дело чести, потому что в Абекистане, тем более современным искусствам очень большая проблема, и, конечно, надо поддержать коллег. И здесь не стоял вопрос участвовать или нет, естественно, да. Но я попросила, чтобы было отдельное пространство, был такой один домик, культурный центр, потому что там по городу было все разбросано, и я попросила, чтобы все было белой стены, то есть такой white cube. Я хотела показать ему white cube, потому что white cube до сих пор это очень актуальное пространство, до сих пор у нас в России не до конца испробованы все возможности white cube, и мне кажется, это всегда будет актуально, но именно там хотелось показать то, что наверняка у них не будет. И это было достаточно смешно, ну, это было весело, потому что надо было собрать работы, и было, наверное, человек 25, наверное, художников я собрала, и так как называлась Ташкентская биеннале, она называлась «Искусство и новые технологии» за и против, и у меня была выставка «Простые цифры», когда в основе новой технологии стоит двоичная система, 1,0, и это достаточно простые цифры. И хотелось на выставке показать отношения между технологиями и обыденностью, настолько, насколько у меня это получилось, сейчас я вам покажу. И, значит, я зацепилась за эти простые цифры, и вот от этого стал выстраиваться язык экспозиции, самой сборки этой выставки. Но надо сказать, что никаких контрактов ничего не было, и работы мы повезли через дипломатическую службу. То есть я сама приехала на машине, привезла работу к посольству, мы перегрузили их машину, то есть просто я объясняю, как просто иногда можно за границей сделать выставку. Мы просто погрузили работу, работы уехали, у нас нет никаких контрактов, но мы понимаем, что есть какое-то дарерие, и дипломатическая почта уж, наверное, довезет. Но были некоторые работы, которые еще не были дособраны, и также мне помог Алик Петок, наш студент, сейчас он художник и экспериментатор, и мы с ним вместе еще собирали, упаковывали, значит, эти работы, и фонд Смирнова Сорокина оплатил нам еще одну возможность, чтобы Алик поехал со мной вместе, и мы уже в ручной кладе везли работу Саши Пулзнера, которую я вам сейчас покажу, и она такая лошадка двухголовая, это же другая страна, надо все там декларации, еще что-то подписывать, и мы сказали, что это игрушка, и в принципе мы проехали без проблем. И, соответственно, естественно, опять это кураторское, как вот Виктор Низиана, говоря о кураторстве, он говорит о таких очень теплых отношениях между куратором и художником. В данном случае все художники, которые участвовали, были очень мне близки, и это был и Владимир Дубасовский, который дал свою работу, совершенно без каких-либо гарантий, и Саша Повзнер, Сергей Туша, Анапа Лиса Амельянцева, Александр Голынский, Ирина Петракова, Таня Пёникер, Настя Рябова, Анатолий Осмоловский. Сейчас покажу. Вот. Я не открыла. Заболталась. Сейчас, секундочку, я открою все свои файлы. Сейчас их только не так много. Раз, два, три, и еще один, четыре. Все. Все. Вот у нас был такой плакат, который сделал Дмитрий Яковлев, и это называлось «Простые цифры», и здесь работа Владимира Карташова, художника, которого, может, вы знаете, может, нет, но достаточно интересный. и здесь, вот как вы видите, это телефон, зарядка проходит как вместо шнурков, до провод проходит вместо шнурков и упирается в зарядку. То есть, вот это соединение технологии и обыденности вот в таком ключе, то есть, вот эта вот работа была выведена на плакат, который мы здесь распечатали, и дизайнер нам помог это сделать, и вот, собственно говоря, такая вот история. Далее я вам покажу, как мы справились с задачей, как мы справились с задачей экспозиционной и покажу несколько работ. Вот перед вами экспозиция этого белого зала. Это обои, которые покрасили белый цвет перед тем, как мы приехали, но очень качественно их покрасили. И мы еще не могли ничего вбивать туда, поэтому мы взяли всякие сейчас иголочки, есть специальные штучки, которые прикрепляют, приклеивают все к стене так, что ничего будет незаметно. И, собственно говоря, вот здесь вы видите вот эту работу, которую Саша Повздора, которую мы везли в руках в ручном кладе, когда, в общем-то, товарищи не поняли, что это искусство. И это вот экспозиция такого вайткупа, и мне кажется, что экспозиция… Да, вот это вот Алиса Йоффа, такая вот большая работа здесь, вот это живопись Владимира Думасарского, и вот такой вайткуп, вот это вот Алина Глазут, и вот этот вот кроссовок, который вы видели, он прямо при входе. Вот это вот такие вот экспозиции, еще достаточно смешно, такой пол глянцевый, он дал такой еще, как ни странно, какой-то специфический эффект. Здесь вы видите работы Саши Познера тоже, он когда-то делал цифры, и это единица, а это ноль, то есть он делал скульптуры такие. И просто когда я к нему пришла в мастерскую, я говорю, Саша, ну такая тема, давай что-нибудь я посмотрю. И так получилось, что вот эти две скульптуры и вот эта скульптура абсолютно попали в тему той выставки, о которой я вам и рассказывала. Дальше я вам покажу сами работы. То есть вот это Алиса Йоффа. Что здесь происходит? Это рамка металлоискателя. То есть опять технология, обыденность, то, что мы благодаря технологиям, которые нам с одной стороны помогают, с другой стороны за нами следят. В принципе, тут вот такая вот история. И поэтому эта работа отобрана. Далее вот эта работа Сергея Таушанова. Здесь написано «Тотал контроль». Бесконечно написано «Тотальный контроль». И называется эта серия «За гранью языка». Дальше это живопись Владимира Дубасарского. У него такая серия повторений какого-то пейзажа. Это, по-моему, 10 или 15 таких холстов, которые тоже, мне кажется, абсолютно укладываются в эту выставку. И работа Александра Голынского. Вы посмотрите его работа, она достаточно интересная. Это одна из работ. Когда он готовился к выставке, это работа с выставки, которая была у нас в базе, выпускная, на нас учился. Это бутылки с водой большие. Это крышки. А это сами вот эти вот бачки. Вот так вот они как-то там разрезаны, разрезаны, поэтому так свернулись в такую форму. То есть вот это вот такое количество воды он выпил за то время, пока готовился к выставке. И тоже здесь какой-то счет, календарь, цифры, года состоят из цифр. И мы никогда не знаем, когда изменится на единицу год, будет он ужасный или он будет прекрасный. То есть от единицы очень много что зависит. И еще я покажу работы, которые здесь были на этой выставке. Ой. Это работа вот эта вот Алиса Амельянцевой. Сейчас, секундочку. Я тут как-то очень... Да. Заклинание третьей руки называется. Алиса работает с тем, что она делает этот медицинский прибор, инструмент медицинский. И она его затачивает очень тонко, так, что он уже деформирует, но так, что он уже неузнаваем какой-то инструмент. И типа здесь такая вот заклинание третьей руки немножко отсылает к какому-то роботу или к какому-то фантастическому аппарату, который что-то сделает. Но на самом деле это просто такой вот прибор, который стоит на штативе, который используется для селфи. Дальше работа Анатолия Смоловского. Вот эти линейки, что, конечно, было легко вывезти мне в сумке. Это везде 20 сантиметров. Но эти сантиметры все не сантиметры. Ну, насколько понятно, я объяснила. То есть все линейки, 20 сантиметров на них написано. Но сантиметр меняется в то он больше, то он меньше. То есть мы размываем некоторые догмы и будем в заблуждении человека, что является также критической позицией. И крупная работа Саши Повнера, чтобы было видно единицы и ноль. И работа Маши Ефревенко, она вышивает. Это тоже такое множество, которое обрамлено в круг, в ноль. И это множество все равно из этого нуля каким-то образом выходит. И здесь можно трактовать по-разному эту работу. Но я собирала работы, которые вы говорили на каком-то одном языке. Это не обязательно. Они должны формально просто отвечать на вопрос, где тут цифра, где не цифра. Но они все имеют некий смысл, некий язык, который их связывает. Так, собственно говоря, по-моему, по этой выставке практически все. Кроме того, что я хотела бы вам показать. Вот так вот это происходило открытие. Вот это вот помещение такое большое выделено. И, в общем, вот открытие. Тут ковер обязательно был постелен, цветы в такой вазе. И Дмитрий Булатов был председателем жюри. Я его уговорила тогда приехать тоже. И это такое вот торжественное открытие. А потом мы пошли и посмотрели эту выставку, которая, в общем-то, произвела впечатление. И она была еще несколько дидактичной для молодого поколения, для молодых художников Узбекистана. Как вы понимаете, это вот молодые девочки, которые вряд ли видели подобные выставки, так скажем, прямо. И, наверное, для многих это был шок, но я постаралась сделать классическую выставку White Coop с эстетической точки зрения. Так, сейчас это мы выключаем. С Ташкентом разобрались. Дальше будет чуть легче, потому что я сделала PDF. И получается, что я вам сейчас говорю про работы с институциями. Это все разные институции, но, как вы понимаете, диаметрально противоположные возможности. Это, извините, на всю страну Узбекистан, Биеннале, у которого нет возможности современное искусство вывести на нужный диалог в обществе. И после этого, по-моему, они не делали Биеннале. Может быть, еще один раз. Не знаю точно, по-моему, не делали. И, с другой стороны, это вот фондон. Это очень хорошо, что в каких-то региональных городах существуют хоть какие-то фонды. Это прекрасно. Но благодаря еще художникам, я хотела сказать, в Ростове таким, как Сергей Сапожников и Олег Устинов, которые, уже у которых есть карьера в Москве, так скажем, и мировая, например, Сергей Сапожников, они все равно возвращаются в Восток-на-Дону. Они помогают всем, чем можно, ищут новых художников, как-то участвуют в каких-то обсуждениях, то есть не бросают свой город. И это, конечно, крайне важно. И вот еще одна институция. Мы сделали проект совместно с Анатолием Осмоловским, называется «Ураскульптура». Эта выставка была на винзаводе, а потом там где-то тысяча метров, примерно, с цепи белого, 900 или 800 квадратов. А мы замахнулись… Там была выставка в Питере, в Манеже, и мы замахнулись на Манеж. И вот здесь «Ураскульптура» висит. Также это был совместный завод «Лучшие фотографии России». И нам дают второй этаж Манежа. Это 2000 квадратных метров. То есть я хочу сказать, что нет ничего невозможного вообще. Я уже не знаю, у нас в винзаводе, когда мы делали «Ураскульптуру», у нас вышел каталог, благодаря винзаводу. У нас было человек 40, наверное, художников. Боюсь, соврать, может, 35. Но здесь 2000 квадратных метров, и я уже дальше курировала этот Питер, и я привлекла еще 10 художников новых. И вот, собственно говоря... А, что ж я это закрыла-то? Я хотела... Секунду. Так, это же там у меня PDF. Это PDF. И вот я хочу показать, какая была рабочая атмосфера. Вот эти вот 2000 квадратных метров. Это два дня до начала открытия. Два дня до открытия выставки 2000 квадратных метров. Как и почему, это уже, наверное, другой разговор. Боюсь, как бы не один день. И вот так вот это все было. Было чудовищный стресс, потому что большие выставки все равно делаются с очень большим стрессом. И особенно, когда ты думаешь, что все будет просчитано, ты надеешься на институцию, а получается, что там, ну, типа, как всегда. Ну, так вот я вам решила показать это. И что на следующий день? А на следующий день все должно быть готово, а у нас не может быть ничего не готово. Поэтому на следующий день у нас все прекрасно. И вот эта большая экспозиция. Я сейчас вам покажу несколько работ, несколько видов этой экспозиции. Собственно говоря, ну, это скульптура Горшкова. Здесь вот Александр Плюснин. Ну, сейчас будет дальше, наверное. Так, как она делается. Вот Александр Плюснин, но он приехал за неделю делать пластилины эту работу. Там она уже была. Это Денис Троев с такими вот вещами. Я очень люблю подиумы, когда вот если вы тут посмотрите, есть такой вот просвет. То есть там он стоит не на этой грани, а там внутри еще одна грань. И тогда он немножко отрывается от пола. И, ну, это очень красиво. И вот эта тень появляется с архитектурной точки зрения. Это классно. Но вы видите уже здесь паудиомы, на которых уже не хватило время. И они обычно стоят. Это работа Владимира Логутова. Это абсолютно плоская сетка, но когда ты ее прикладываешь к стене, кажется, что она объемная. Это работа Иры Петраковой. Это такая матрешка из бомб деревянных, которые сделаны точно по размеру существующих. Так, сейчас, секундочку, какую сторону накручу. Это такой вот уголок был для Дуни Захаровой. И вот это вот ее такие мягкие работы. Здесь тоже была попытка сделать такой вот подиум все-таки висящий. Вот еще вид экспозиции. Здесь можно видеть работу Кулика. Это Анатолий Осмоловский, украинка. Дальше то, что мы с вами видели уже вблизи. Вот это очень странная работа. Я даже сейчас не помню. Я ее где-то увидела. Она просто сделана из пластика. Сейчас забыла, кто это. Позор мне. Ну ладно, неважно. Это Алина Клейтман, художница, которая закончила Родченко. То есть здесь тоже такой подиум, видим. Здесь уже нет. Это пятая нога. Дмитрий Федор. Ладно, неважно. Это работа Саши Повзнер. Две собаки, которые были с двух сторон. Это другой ракурс. Это... Надо было мне... Так как я забываю имена сейчас, потому что думаю о другом. Ой, неважно. Это такие вот работы очень странные. Вот так вот я их экспозиционно сделала на стену. Такие вот скульптуры, которые сделаны там, выращено что-то, какое-то растение. но в то же время это залито гипс. И была вот такая вот стена одна. Итак, вы знаете, вы меня простите, но это ужасно, то, что я не произношу имена, а это некрилично. Так я всех их знаю. В общем, позорно. Но неважно. Это такая вот экспозиция. Так, хорошо. Ну, то есть я вам хотела показать экспозицию, как это получилось на следующий день. А вот еще Тасяна Данилевская вот это вот делала, такие скульптуры. Они сделаны, знаете, вот из того, что вот папки, для держателя папок, если вы знаете, такие вот треугольные штуки. Вот она из них собрала из воронежа такую вот конструкцию. Это Кирилл Челушкин, это у него спинопласт, это такие рельефы. И Панькин делает такие скульптуры. Ну, сейчас у него в стеле Art Foundation выставка. Так, это Саша Повзов, бронзовая скульптура. Это Арсений Желяев нам дал фонд ВАК. Это Ян Кинсбург здесь. Это работа Алика Петука. Это 100 винтов и 100 гаек, которые можно людям закручивать, что-то придумывать, что-то делать с ними. И, в общем, люди достаточно активно это делали. Вот это Иван Новиков. Это такая у него живопись на мраморе. Такая работа. Это опять-таки вот Александр Панкин. Панкин. Это Александр Кутовой. Очень хорошая работа, прям фантастическая, со срезанным лицом. Это вот эти вот рельефы Челушкина. Это вторая собака Саши Повзнера. Это девочка из Родченко. Такая странная. Ну, сейчас я покажу чуть позже. Вот, в общем, вот такие вот экспозиции. И это было очень красиво. Еще там Верхний Свет был. В общем, там Маша Богораса из Ростова с собаками. Вот. Это Зина Ясукова. Нет, Зина Ясукова. Вот Крокодил Пауэрс. Это Евгений Антуфьев. То есть мы собрали достаточно много. Да, я должна сказать, в чем суть была вообще всей этой выставки. Тогда мы решили поставить вопрос о роли современного художника в формировании общественного городского пространства. И именно выразительными средствами скульптуры. А также критически ответить на ну, критически ответить на запрос города в постановке скульптур. Потому что очень много ставится вот этих вот памятников, монументов. и мы хотели отнестись критически к этому и предложить большой набор того, что может быть альтернативой. И основной вопрос, который составила выставка, это возможно ли в нынешней российской художественной ситуации современная скульптура. Ну, наверное, ответ очевиден, что с тех пор он так нет. То есть это критическая реакция на памятники Москве и в других городах. И этот вопрос, который, собственно, так остался. так и завис в стенах этого прекрасного прекрасного сейчас, секунду. Так, надеюсь, что вы не оставили. Но все же пока час, я слежу за временем. Сейчас быстренько. Все-таки я должна вам показать искусство, поэтому вот это вот Александр Панкин, который вот с табуреткой такая вот работа. Вот она с двух сторон. Очень хороший художник. Вот сходите с товарством дыши, не пожалеете. Это камень или гипс? Это что? Это дерево. Это дерево еще сделано таким специально кусками склеенными. Такую сторону значит, вот так. Ой. Да. Это вот Дуня Захарова сделала это. Ну, эта выставка была на линзаводе, поэтому там будут другие работы. Тоже такая большая работа. Хотелось, чтобы посмотрели на работу. Это Катя Коваленко. Это была классная работа. Она вот так вот висела, и это было фантастически. Это Александр Кутовой Салдат. Это Кулик. Этот вот лев такой. Лев, который, ну, лев, власть как бы должен иметь. Ну, весь такой уже иссохший. Это язык. Александр Плюс не наделал из пластилина. Это Илья Романов. Он работает с вязанными предметами, вяжет. И такая скульптура была. Ой, в какую сторону. Это Иван Кашков. Это одна из первых вообще его работ здесь с одеялом даже. И, в общем, ее не видели. Это Катран. Первая работа, которую он сделал. вот так вот. Это слово, которое, ну, если горизонтально перевернуть, это будет слово и как вот на аудиодорожке. Это Крокодил Пауэрс. Очень классные ребята и советую следить за ними. Это очень интересно. Это Женя Антуфьев. Это сейчас известный художник, тоже, наверное, вы его знаете. но это Саша Познер, вот это вот голова собаки. Она из гипса сделана. Это странная работа меня всегда восхищает, когда я вот эти вот, я бы ко многому привыкла, но когда я вижу вот такие работы, у меня не менее происходит какое-то, потому что это же надо придумать такую работу, еще так сложно сделать из какого-то очень сложного материала, это же отливка. То есть человек так заморочился, чтобы сделать вот эти вот ложки, не ложки. То есть вот всегда у меня какой-то вот шок вызывают эти такие работы и я очень долго остаюсь под впечатлением, когда вот это что-то странное, необычное. это Анатолий Осмогорский Украинка, сшитые лучшие части тела разных женщин мира и рассыпанные потом. В общем, понятно, почему. Вот это опять Панкила с такими вот работами из дерева, как вы видите. Вот это она же. Это Илья Федотов-Федотов. Это Стас Бакс. Это нагревается эта штука. Она такое тело. Оно теплое. Ее нужно трогать. Она тепла. Так. Так, так, так. Еще. чуть-чуть вам помочь. Как так вот говоришь, не знаешь, насколько вам это все же интересно, неинтересно, молчите. перебивайте. вроде. Ну, вот я говорю, всегда вот эта проблема. Ну, да, да, зумская. Хотя бы в аудитории вживой по глазу вибрации чувствуется. Ну, да. Это вот Саша плеснил, просто это был взял на заводе. Это вот он взял такую конструкцию для подтягивания и облепил пластилина. Это как раз лоботов. Абсолютно плоская вещь, но на стене вы думаете, что она какая-то объемная, очень хорошая для работы. Это веревки он сделал тоже с пластилина на стене. Такую работу. Слабый полицейский, то есть понятно такая рефлексивная щитей лежит. Это вот как раз Ирина Петракова с этими гумбами. Она графитом, а не закрашена графитом. Это Маша Ефременко, которая тогда показывала вышивку в Ташкенте. То есть мы разнообразные скульптуры, какие только возможности современных художников. Вот именно вот это Полина Клейтман. А вот эта вот работа как раз девочки из Родченко, которая выпустилась давно, это фотоскульптура. На самом деле это тень, это фотография. То есть внизу лежит фотография, и вот эта вот тень тоже сфотографирована. То есть вот это все фотография. А это уже построено и обклеено фотографией. Такой вот прием. Конечно, ногами это Жень Юсуп Жень Юсуп Жень Юсуп Да, по-моему так. Это мертвые собаки, по которым переехала ну тут велосипед или машина у нее три такие собаки. Они в витрине оставлялись. Вот это работа Алика Пьетока, где мы видим сто или тысячи там вот этих винтов и этих гаек. И вот как их надо собирать. вот на фотографиях видно, скручиваете и все. Вот в Манеже там все время что-то строили из них и вообще очень активно взаимодействовали с этой работой, надо сказать. Собственно говоря, ну я не удержусь, наверное, покажу вам на мой взгляд самую плохую скульптуру, ну самый плохой памятник, монумент, я не знаю, в Москве. Можно на нем целую лекцию почистить. Мактуз вообще ни о чем. Если близко подойти к этой работе, это вообще кошмар будет. И вот такая вот эта вот комбинация. Ну, присмотритесь поближе, может быть, как-то ну, об этом помочь. Я в Тайоне какой-то период в своей жизни был вынужден регулярно мимо них проходить прям каждый день. Да, сажусь, что очень. это эстетически неприятная, конечно, история. Очень сочувствуем. То есть, если вы подойдете к ней, она так ужасно сделана. И масштаб просто. Ну, ладно, хорошо. Это я отвлеклась. Это совершенно к нашей лекции не относится. Немножко я вас развлеку. Ну, как развлеку? Сейчас, да, то, что вы видели, это были все-таки институциональные проекты. И с разным подходом. Как вы видели, это был фонд, который все обеспечил тоже насколько мог. Это была Ташкентская Беналия, которая вообще не обладала никакими возможностями. Это был Манеж, который был построен, ну, если это рассказывать историю, просто какими-то фантастическими. Это главная бухгалтер Манежа сняла со своей стройки рабочих, и они в последнюю ночь, собственно говоря, практически все построили. И дальше, ну, пространство. Если вы знаете, был такой центр красный, наши выпускники когда-то его сделали, это самоорганизация, когда их было человек 10 плюс-минус, они все скидывались, и на красном октябре было пространство, и они сделали такой артист раунд спейс. это что значит? У них была одна общая большая мастерская, и второй зал был как галерея, как выставочный зал. И они, например, присылают заявки, они десятером решают, выставляется художество или не выставляется. И все своими усилиями. то есть один кто-то курирует, а ребята, которые выставляются, они сами там как-то красят стены и делают экспозицию, и это было достаточно активное и очень хорошее место, они очень часто делали выставки регулярно, и они продержались три года, что для самоорганизации очень много, потому что естественно, что самоорганизации все, ну, они не могут долго существовать, потому что люди меняются, люди некоторые развиваются, некоторые набор только в другую область и так далее, но это вот три года существовало, и это, конечно, было очень большим культурным событием в Москве. Я там тоже прокурировала несколько выставок, и я сейчас вам покажу одну выставку, как раз связанную с Ильей Романовым, который вяжет, если вы помните, я вам показывала на Ураскультуру то, что вот он вяжет. это называл сад демонов. И в чем здесь критическая позиция, так как у нас критическая задна, но я везде пытаюсь ответить на этот вопрос. Здесь критическая была, моя задача куратора была, сейчас я картинку включу, сначала вот это не очень хорошая съемка, но неважно, она здесь передает, вот это было пространство вот этой галереи, это выставочного зала такой, а дальше туда шла мастерская художника. То есть он вяжет такие работы, это открытие, и мне было очень важно человека, который очень аутично работал, и он был совсем не востребован, где-то вот вязал, вязал, и как-то вот это вот, у него ручной труд этот складывался, и он практически ни с кем не общался, попытаться как-то институализировать его поделки, которые были поделки, потому что надо сказать, что еще одна из задач кураторов это экспертная ответственность, и если куратор опытный, то тех, кого он выбирает, вот эта экспертная ответственность, это одна из критерий кураторской работы, то есть ты должен полностью отвечать за то, что ты выставляешь, и таким образом ты в некотором смысле можешь институализировать художника. Это были такие работы, сейчас я покажу, это просто атмосфера этого помещения, а сейчас я покажу просто более хорошую съемку, которая это сад демонов покажет вам немножко с другой стороны, это вот такая красота неимоверная, это уже утро, и там окно есть, и поэтому мы видим вот эти вязаные скульптуры, которые вот, да, и здесь экран есть в последний день, ну как, это была немножко эксперименциальная выставка, и это работа художника, но в последний день Илья, мы даже были вместе монтировать эту выставку и так далее, но он так выпил много, что он не стал монтировать выставку, он просто не мог ее монтировать, мне пришлось все делать самой, я не знала как, что-то еще, какой-то должен быть элемент, я сфотографировала Илью, как он заснул на стуле, и подумала, что это как раз вот это вот его замкнут, то есть аутично, что ему все равно даже, что будет выставка, не будет выставки, будет монтаж, не будет монтаж, и вот это вот проектор был, это проекция, мне показалось, что вот это соединение очень правильное, то есть мне до сих пор все это нравится, да. Светлана, простите, а можно я перебью, а он-то сам-то как к этому относится? Ну, было все согласовано, конечно. Согласовано? Нет, ну, конечно, это, ну, во-первых, это экспериментальная площадка, и что было, я его спросила, он сказал, да. Но это получилось, что, экспромт, или как? да, это получился экспромт, потому что я не знал, что делать, я пришла, думала, что все уже смонтировано, вечер, ничего не смонтировано, никого нету, лески не повешены, потому что все работы должны были висеть на лесках, и, в общем-то, некому это делать, потому что это самоорганизация, и тут либо ты повесишь, либо ты не повесишь. А он не может. Ну, а что, получилось так, что Илья сам стал собственным произведением искусства, так что? Да, получается, что так. Хорошо, мы это учтем. Ладно, спасибо. Получается, что так. Да, он стал счастьем, но, понимаете, вот этот образ, как вот он заснул, там же неизвестно, это я вам просто технически говорю, что он выпил, а также непонятно, выпил человек, не выпил, просто он спит, да, это не было афишировано, это я просто вам говорю, в данном случае, про работу куратора, да, что заснул, не заснул художника, вешать работу приходится самому. И вот, значит, вот эти вот эти скульптуры, которые я все повесила, естественно, и согласовалась с ним эту фотографию, где он просто спит, и он таким клубочком свернулся, как вот эти вот его работы, то есть вот очень, он, вот эта фотография, фотография просто очень соответствует его образу, вот этого замкнутого человека, который боится выйти наружу, но в то же время, который делает такие нежные работы. Вот, поэтому здесь была такая ситуация. были еще выставки в Центре Красном, но я это пропущу, и последняя выставка, которую я хотела вам показать, сейчас я открою. Такая большая работа была сделана этим летом, этим летом, которое было во время пандемии, во время пандемии, Сергей Попов предложил мне сделать выставку в его галерее, и я сделал групповую выставку, так как я очень люблю графику, и собираю, коррекционирую, то мне было достаточно несложно, ну то есть мне хотелось, я с большим удовольствием сделала выставку сейчас секунду, вот так, вот так, а вот она, то есть задача этой выставки под давлением называется, эта выставка я сделала в диалоге с критиком Егором Сафроновым, я решила, в данном случае патент, такой эксперимент, так как с художественной критикой у нас большие проблемы, и мы когда-то я отвлеклась на вопрос, хотела ответить, но не буду, пока, и мне важно было привлечь, то есть задач было несколько, привлечь Егора Сафронова как критика, вместе с ним создать рефлексивную выставку, чтобы сразу критик работал вместе со мной и помог мне, и наладить такой диалог, чтобы можно было сделать совместно политическую выставку, но сделать ее не только в плоском смысле, а достаточно эстетическое и политическое должно было быть соединено. И в этом случае, так как были всевозможные события, еще что-то и так далее, и так далее, то вообще я считаю, что все выставки политические высказывания, но в данном случае мы назвали выставку под давлением, и здесь заложена метафора следа, оставляемого карандашом на бумаге. И в то же время это переплетение эстетического и политического. И сейчас я хотела сказать важную мысль, важную мысль, что это получилась тематическая выставка, то есть были персональные выставки, это была строго тематическая выставка, когда авторское усилие, вот сама выставка становится проектом, и ты исключительно придумываешь и приглашаешь людей, ты придумываешь вместе с критиком, и тематическая выставка всегда имеет некий выстроенный нарратив и строгий экспозиционный ряд, то, что я вам сейчас покажу. Могут быть как старые работы взрослых мастеров, которые, может быть, уже не живы, также и новые работы, но тематизирует выставка всегда актуальный художественный процесс, и неважно работы какого времени принимает в ней участие. То есть тематическая она бывает еще потому, что мы как бы еще можем продолжать дискуссию, если задана тема. Также это очень близко к режиссуре, потому что создание проекта это создание среды, в которой есть свой язык, и если удастся этот язык собрать, на котором участники как бы могут говорить, то это верх совершенства. Если я говорю понятно. И эта выставка состояла из четырех стен. Было четыре стены, и я решала четыре стены, которые то есть это четыре стены. Первая стена имела определенное, то есть каждая стена имела и свое собственное высказывание, и в то же время соединялась с другими стенами. Я вам сейчас ближе покажу, но просто в двух словах скажу, что здесь работа Злотникова, его сигналы, которые были все-таки лучше показывать, лучше показывать, конечно, эти стенки, вот они, они. вот эта вот стена, которая вам показала, первая, да, располагается работа Злотникова, сигналы, но если вы знаете, Злотников работал в 60-х годах и когда вот эта вот кибернетика была очень популярна, еще что-то, он делал сигналы, эти работы уже поздние, но все равно вот чем он прославился, это его сигналы, которые как-то связаны вот позитивно с вот этой кибернетикой послевоенного модернизма и как-то вот он решил вот такой язык изобрести и это было очень авангардно и, соответственно, это тоже не было популярно. Дальше это работа Анатолия Смоловского, это графика, скрепно-сигнальная война, он специально закладывает слово сигнал, это парафраз Злотникову, но здесь мы видим это карта военных действий, то есть если там было связано с кибернетикой, с электронными какими-то вот началом электронной эры, то здесь это война и соединение как бы цифровой экономики и военно-промышленного комплекса, вот здесь вот такое вот соединение, можно так сказать. И дальше работа Ивана Новикова, графика, это тропа Хоши-мина, это 17-й параллель, которая разделяла северный и южный Вьетнам, это война, которая была чудовищной и в данном случае вот такая графика тоже касающаяся разделения границы и политического контекста. Это вот была одна стена с таким высказыванием, которая дальше имеет продолжение на другой стене. Другая стена на другой стене были работы Анны Терешкиной. Она делала в суде рисунки, как вы знаете, там нельзя фотографировать, можно делать рисунки. Это дело сети, то есть важно было взять именно ее работу, потому что это проходило именно в это время, прям за несколько дней до этого был вынесен приговор, и я когда была в Питере видела это, поэтому и вот эти рисунки, где властные структуры выглядят как-то очень подавляюще, и в то же время люди, которые пришли как-то защитить, они какие-то очень подавленные, и таким образом это какой-то портрет нашего общества. Собственно говоря, я потом еще раз вернусь к экспозиции, было много таких блоков, они были по дням, вот тут вот написаны дни, каждая эта линейка, это заседание суда, их семь, по-моему, было, или шесть, и вот эта одна линейка, это вторая, это третья, то есть вот она зарисовывала. И в пандан к ней это работа Александра Гореликова, которая связана с Пугачевским восстанием, как же, Сятка, какой-то город был, где сожгли весь город в итоге. И Александр Гореликов работает вот с такой явной классовой ненавистью, как вот Пугачевское восстание в данном случае с образом. И вот такая вот манера его изображения достаточно резкая и агрессивная по отношению вот ненависть, классовая ненависть. Тут вот как-то с моей точки зрения заметно. И это была вторая стена, которая была на этой экспозиции. Дальше была это последняя высота, говоришь. Другая стена, еще одна, третья. Здесь тоже взят художник Александр Панкин, который делал вот такие вот геометрические вещи, связанные тоже с цифрами, какими-то одному и ведомыми формулами, что-то он изучал. То есть вот он пришел из физиков, математиков в 60-е годы, тоже это никому не было тогда понятно, но вот он был в этом во всем. И Ксения Кудрина, молодая художница, которая во время пандемии рисовала различные графики. Она застряла во Франции, не могла туда выехать, и она наблюдала разные страны и города, и эти графики в итоге были связаны с эмоциональными переживаниями, то есть в итоге они превратились вот в такие графики, и потом она работает с картами и с графиками, поэтому на пистине было тоже соединение вот этого работы вот старого мастера и, собственно, молодой художницы, которая сейчас, ее отношение болезненное к этим графикам, и тогда было отношение вот к этой математике достаточно, ну, оно казалось позитивным, но критическим было то, что вообще было такое искусство, которое сейчас нам кажется нормальным, а тогда это было невозможно принять за искусство, то есть это такое коромысло получается, эта работа как бы нам сейчас понятна, но тогда была непонятна, а эта работа в принципе может нам понятно, но она абсолютно политична, она взрывает, вот отражает контекст времени, если я понятно говорю, и последняя стена, это работа Аня Фодиной, которая работает вот на таких тряпках и сухой иглой, и Ангелина Меленкова, Ангелина Меленкова такая серия заграждений есть, она по размеру как и полицейские заграждения, но модифицирована в разные стороны, высокие, низкие, ну, такой вот, такая рефлексия по поводу вот этих вот оградительных сооружений полицейских, а здесь мне показалось, ну, такой тонкой график, это птицы и некая такой вот двуглавый орел, он не двуглавый орел, конечно, но такой образ симметрии, власти, ну, это достаточно образно, но во всяком случае, вот такая вот была стена еще одна, и последняя работа, девочки, которая делала серию полковники, это вот серия полковники, потому что она жила сама когда-то в военном городке, ее родители, ее папа был полковником, и то отношение к полковникам, которое было раньше, к офицеру, к офицерской чести, оно как бы уже исчезает, и вот эти работы, наверное, исчезающие, исчезающая реальность, которая была ей близка, и вот тут очень важная работа, я считаю, когда военные знаки, погоны превращаются в абстракцию, то есть если бы мы взяли вот эту работу и вырвали бы ее из контекста других знаков, то это можно было бы принять за абстрактную работу, то есть десакрализация военной амуниции, военных знаков, то есть желание их расшифровать, очеловечить, и уйти от этого жуткого напряжения в жизни, которое у нас сейчас происходит. Еще секунду. В общем, все это выглядело вот так вот, это вот немножко развернуто, это вот одна стена, понятно, что здесь искаженная, это вот один угол, к сожалению, по-другому не удалось, такая вот экспозиция, и удалось только мне сделать вот эти вот стены отдельно, то есть вот еще раз это вот Злотников, Осмоловский и Новиков со своими Индокитаем, ой, с Вьетнамом, это вот Терешкина с рисунками, и Гореликов, это вот стена, где графики пандемии и Александр Панкин, и вот это вот стена, где есть ограждения, и вот эти вот работы. Вот, собственно говоря, это то, что я хотела вам показать, и, по-моему, я уложилась абсолютно в полтора часа, да, сели по и я хотела только процитировать, я хотела закончить какими-то выводами и одну цитату привести. Виктор Мизиана. Вы, наверное, знаете, что Виктор Мизиана по кураторству издал такую книгу, и это очень важно прочесть, и, наверное, вы знаете еще вот эту книгу Хануль Обрис, где интервью и разговоры. И я хотела привести цитату Мизиана, я медленно прошу, чтобы было понятно, потому что, когда читаешь, ничего не понятно. Деятельность куратора по формированию сообществ является политической. Создание новых форм жизни всегда взрывает устоявшийся порядок. Вот собственно говоря, я, наверное, закончу этот цитат. Вот может быть было что-то сумбурно, но так получилось. И если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. ну, что мы хотели спросить? Ну, во-первых, спасибо большое за лексию, действительно, просто как, во-первых, и серия кураторских экскурсий просто в одном комплекте. Так подробно посмотреть понятие выставки даже более полно, ну, не более, но, как бы, в общем, так сказать, вводу конкураторские комментарии с подробной съемкой, это, конечно, не стоит. Вот. Ну, и контекст. Значит, что касается вопросов, я думаю, корректно, наверное, сначала от студентов и слушателей, да, потом, может быть, я тоже бы что-нибудь спросил. Ну, собственно, здесь только про собаку, но, знаете, тяжело смотреть на мертвых собак из керамики, а что на людей, которые плохо живут, на них разве не тяжело смотреть. Искусство просто отражает реальность, да, равнодушие, такое отсутствие эмпатии в мире происходит. Это акцент товарища. А есть вопросы, которые не были написаны в чат, на которые кто-нибудь хочет? Я вижу значок. Да, вот у Ульяны Авакумовой вопрос. Да. Может быть, вы включите? Ага, пожалуйста. Здравствуйте, большое спасибо за лекцию, было очень интересно послушать. Простите, пожалуйста, я без камеры, я просто болею в хорошем виде. Но у меня очень вопрос, который меня очень сильно волнует, я как человек с искусствоведческим образованием, недавно совсем полученным, и никогда, и очень хочу попробовать сделать какую-то свою выставку. Но каждый раз, когда меня озаряет какая-то идея, я начинаю об этом думать, и я начинаю понимать, что это уже как бы, что это неинтересно, что это тривиально, что это как-то банально. Я вот с вами хотела спросить, для первого опыта, от чего нужно отталкиваться, на что обращать внимание, это зависит от художников, это зависит от концепции, стараться делать что-то актуальное, какие бы вы дали советы начинающему, человек, который хочет попробовать сделать какую-то свою выставку и свой проект. Да, все, вопрос абсолютно понятен и абсолютно нормальный. Я считаю, что надо, во-первых, расслабиться, абсолютно не думать, старая эта идея, новая, актуальная, она неактуальная, она должна быть близка вам, вы должны чувствовать, что происходит, потому что и главная задача куратора это выбор, вы должны выбрать, что вам интересно. Вот вы видите, например, художников, и вам интересно два художника, вам может быть еще интересно десять художников, которым кажется, что вот десять художников неинтересно. Надо выбрать, как можно соединить двух художников, трех, четыре художника. Можно персональную выставку кому-то сделать, но это немножко другое. но главный выбор, ваш выбор, то есть просто открыться своему выбору, сказать, да, мне это нравится, а уж там какую концепцию вы потом под это подложите, это будет видно после диалога с теми людьми, с которыми вы будете работать, выясняя, что они делают, может быть, почему, или с чем-то их сопоставляя, просто не надо ничего придумывать, потому что так много уже напридумано, особенно названий выставок и вот этих пресс-релизов, они все похожи друг на друга, а когда вы говорите что-то личное, длинное, вообще ничего не бойтесь, выбирайте и вперед. то есть вы все-таки рекомендуете вначале выбирать художников, которые интересны и уже от их творчества отталкиваться и как-то обобщать общие идеи и концепции, но не кажется ли это, ну что это может быть каким-то высасыванием из пальца условно, когда ну вот есть какая-то идея, но если смотреть на произведение, она не очень легко считывается, ну то есть если зритель придет на выставку, то он и нет, не будет висеть кураторские тексты, он не будет знать название, то он не поймет вообще в чем как бы был посыл. Ну во-первых вы можете написать кураторские тексты, вы можете написать аннотации к работам, вы можете провести экскурсию, правда не всегда бывает всем ясно, но как говорил Кирилл Преображенский, очень хороший куратор и педагог, что надо делать настолько крутую выставку, что пусть никто ничего не поймет, но всегда придет потенциально один человек, который врубается вовсю и все поймет, и вот ради него надо делать эту выставку, то есть на высоком уровне, не бойтесь, что кто-то что-то не поймет, это не ваши проблемы, вы создаете среду, вы создаете какой-то язык, на котором визуально говорят материалы, которые вы выбрали, они сами за себя скажут, но вы можете повесить аннотации, конечно, текст написать, все это прекрасно, выбирайте, выбирайте, и только ваш выбор это ваше личное участие. Можно еще вас задать? От себя прокомментировал с того же вопроса, что все-таки мне кажется, противопоставление отталкиваться от художников или от концепции, оно не совсем не совсем правильно, сама пословка вопроса немножко уводит в ошибочную проблематику, потому что если вам близки эти художники, то вам близка эта проблематика, которая не работает, и наоборот, если в основном какая-то проблематика, то и круг художников он тоже должен быть с этим созвучным, то есть внутренний мир человека, который все-таки производит, он собирает все равно в один и целый разные аспекты окружающей реальности. Я думаю, что надо спросить остальную аудиторию, у кого еще есть вопросы, чтобы, так сказать, разворачивать дискуссию. У меня был вопрос, здравствуйте. Мне интересен момент касаемо цензуры и как вообще проходят работы, я так понимаю, все-таки тематика это довольно-таки щепетильная, и много ли отсеивается? Я считаю, что, безусловно, это вопрос, есть кураторская этика и так далее, но я считаю, что все, что куратор согласовал с художниками, так должно быть и выставлено. Если художник вдруг неожиданно выставляет то, что не знает куратор, то это, ну, это нечестно. Иногда так бывает, что художники хулиганят и выставляют что-то экстраординарное, не предупреждая куратора, это не очень хорошо. Насчет цензуры я хочу сказать, что вот в последнее время у меня такой проблемы не возникало, потому что то, что я выставила, то и было у этих художников, какие-то резкие вещи, а что... То есть меня видны вот эти крайности визуально не интересуют, меня интересует разговор, меня интересует диалог, меня интересует обсуждение проблемы. Если мы каким-то знаком, какой-то резкий знак поставим, который привлечет на себя внимание, то мы можем таким образом уйти от проблемы, мы можем эту проблему просто замолчать и будет только акцент на этот вот знак, жест или еще на что-то. То есть наша работа вся пойдет коту под хвост. поэтому у меня не было таких дилемм. Не было таких даже предложений. То есть у меня как бы этого вопроса не было. спасибо. Можно я задам свой вопрос? Во-первых, большое спасибо вам, Светлана, за реакцию и за слова, которые вы сказали в конце, особенно про то, что нужно делать всего даже ради одного зрителя, который поймет, потому что это для меня было максимально актуально, потому что буквально вчера мне приходилось убеждать организаторов в легитимности концепции своей выставки и то, что да, она может быть сложной, но она будет зато интересной. Это прям очень меня поддержали ваши слова сейчас. И мой вопрос, когда вы рассказывали нам про выставку Вадима Мурина, вы сказали, что заниматься живописью было неприлично и как следствие этого живопись не была актуальна, потому что была нарушена традиция с авангардом и вы особенно подчеркнули важность традиции и важность как бы что нельзя нарушать историю искусств, вы это так назвали. Мне вот было бы интересно услышать ваше мнение касательно этого, почему вы считаете, что это важно, то есть с точки зрения преподавателя, что потом это сложнее передать как бы студенту, показать ему этот нарратив, этот процесс, или у вас есть какие-то другие причины? Нет, есть и другие причины, безусловно, потому что если мы говорим про Ростов, то там благодаря Мурину не прервалась традиция живописная. И вообще живопись в южных регионах это очень важно и она яркая и так далее. Он наоборот стал делать черно-белую, но в общем там много есть о чем поговорить, но эта традиция не прервалась благодаря ему, потому что если вдруг живопись исчезает из поля зрения, из истории искусства, ну в данном городе, например, если мы возьмем, то как потом начать, надо с нуля начинать, ведь вот в 90-е годы молодые люди начали с нуля, их же никто не поддерживал, никто не учил, они, ни на кого было опереться, не было старших товарищей, то есть 17-18 летние ребята, они начали делать современное искусство. Да, был концептуализм, но мы сейчас говорим о том, что открылось и это уже было легитимно, это уже было практически построение институции современного искусства, и они были совершенно одни, они были без какой-либо помощи, без какой-либо поддержки, без какого-либо образования, это было только самообразование, никаких компьютеров не было, были какие-то журналы, которые там архитектуре дежурди переводили тогда на ксероксе, я помню, можно было заказать в архитектуре журнала, какое-то искусство уж я не знаю, можно было заказать, но в принципе информации было очень и очень мало, поэтому самообразование здесь было тоже достаточно такое, как-то угадаешь, там вот если вы почитаете книжку 90-е от первого лица, я вот издала, не знаю, знаете вы или нет, на букмейте есть, я могу вам ссылку скинуть, там просто люди рассказывают, как они узнавали о современном искусстве, это очень интересно, и при том, и поэтому мы очень ответственно относимся к образованию, наше поколение, потому что мы понимаем, что, раз уж мы начали, мы должны эту традицию, и дальше современное искусство не должно останавливаться, и современное искусство это единственная альтернатива, это другая сторона жизни, общества, которое совершенно все поддается каким-то определенным законам, очень скованные, люди скованные, и единственное, по-моему, что отображает это время реально, это современное искусство, и мы должны держать до последнего, чтобы оно было, и не прервалась эта связь, поэтому мы передаем знания другим, и следим, чтобы другие тоже могли эти знания передать кому-то, и чтобы вся эта история оставалась, у нас есть концептуализм, который забил, к сожалению, шестидесятников, злотников, слепяна, турецкого, которые тоже прекрасные художники, но они не были специализированы, и все, и это все был тоже концептуализм такой вот доморощенный был, это все были какие-то куски, кто знал, кто нет, и эти знания надо было где-то выцарапывать, так что наверное эти традиции также я не веду, и живописные безусловно, но и современного искусства, вообще искусства развития, связи с авангардом, там же все, ну что даже в 90-е годы ничего не выставляли, это сейчас авангард там выставляют завтра эти ковки, это уже ничего не было в советское время, вообще ничего, все тут было нам закрыто и неведомо. Понятно, спасибо большое, тут пишут в чате, что тоже бы хотели ссылку на книгу, а на мою книгу я могу вам сейчас, как вам сейчас, или прислать, Александр, давайте я вам пришлю тогда на выставку, или сюда бросить лучше. Можно и так, и так. Ну, может сюда, и я отсюда возьму, и как бы, если кому-то еще нужно. Секундочку. Если сейчас удобно, конечно, если под рукой. Да. Еще там спрашивают в чате про роль куратора в персональной выставке, не скажите, отлично сходить с художником. Сейчас, секундочку. Опс, вот, нашла. Вот вы почитайте, она в свободном доступе здесь, бесплатно. Как, собственно говоря, все, что мы тут, как мы все и делали. Вот это, значит, ссылка. И здесь, если вас заинтересует, сейчас, секундочку, где здесь поиск-то. а вот поиск. Мы делали бюллетень художественной критики. Но это вот кому-то спустоведов может быть интересно. Здесь тоже выложены они все бесплатно, три номера. Первый номер посвящен что такое художественная критика, потом один посвященный реакции, третий реализм. Разные выпускающие редакторы. тут, может быть, почитать тоже, я сбросила в отсылку. Да, какой вопрос? Только на персональной выставке, ну, сказку художника, ну, вот, понимаете, здесь очень важно найти друг друга, друг друга проявить, то есть что-то мне Муря открыл, что-то где-то я его поддержала, показала ему самого себя, то есть у нас были настолько близкие доверительные отношения, что он доверил мне убрать часть его работ, хотя никто не мог убедить его часть работ не вывешивать, ну, когда художник хочет вывесить практически все свои работы. То есть у нас мы нашли общий язык, и это было большая степень доверия, и здесь не было конкуренции, понимаете, здесь вот такая вот любовь, и хочется друг другу сделать как можно лучше. И очень аккуратно, просто очень аккуратно. Светлана, вот у меня к вам, знаете, тоже есть вопрос, здравствуйте, вы знаете, вот мне интересно, как у вас происходит отбор экспонатов, все-таки что является конечным таким заключительным вашим решением? Вы выбираете, предположим, предметы искусства, и вам видите, что один предмет подходит под концепцию проекта, а второй, ну, больше, скажем, подходит, а второй предмет наиболее с художественной точки зрения, более выразительным. Вот вы все-таки ближе выбираете те работы, которые вам кажутся наиболее художественными, творческими, или же все-таки для вас первична вот эта идея проекта и ее воплощение? Я уже говорила про экспертную ответственность, конечно, это произведение искусства в первую очередь, только так, иначе ты просто будешь непрофессионал. А все-таки это какой-то интуитивный выбор, или вы так как-то так себе пытаетесь это объяснить с точки зрения искусства, почему это искусство и прочее? Или вы так интуитивно берете на себя эту ответственность? Ну, во-первых, это опыт, это насмотренность, потом этот опыт, который каждый день подтверждается, потому что я регулярно хожу на выставки, я знаю практически всех молодых художников, которые выставляются из разных конституций, я хожу по всем подвалам, то есть я даже не хожу так часто на большие выставки, как хожу на студенческие какие-то экспериментальные выставки, ну, может, не на все, конечно, но когда мы делали ура-скульптуру, я знала практически всех, кто занимается какой-то скульптурой или как-то вот близко к этому. Ну, может быть, мы кого-то пропустили, конечно, потому что мы собирали по всей стране, так скажем, но... еще такой у меня вопрос возник. У вас вообще был опыт, когда работало несколько кураторов на площадке и возникали какие-то вопросы спорные? Вот вы всегда в таких ситуациях, если у вас был такой опыт, все-таки предпочитали сохранить отношения или отстоять свою кураторскую позицию? Ну, вы знаете, такая судьба у меня независимая, что тут какие-то компромиссы в серьезном деле я не иду, но так как мы работаем и живем с Анатолием Осмоловским или базой, то 10 лет уже наше общее дело, и Анатолий отличный куратор, то я очень много научилась от него, и когда он куратор, я часто боюсь с куратором или архитектором, и мы уже настолько говорим на одном языке профессионально, что вот вместе мы можем работать сколько угодно, а с другими кураторами я бы не сработалась, если бы это была группа кураторов, либо мне бы дали бы какую-то четкую задачу в большом проекте, я бы тогда смогла бы это сделать, но у меня не было такой возможности никогда, то есть, например, может быть большая персональная выставка, и, например, надо какие-то определенные года взять ранее для этого художника, изучить их, и как-то там что-то сделать, это я могу, например, отдельно сделать, когда у меня отдельная задача стоит, и, конечно, я прислушаюсь к другим людям, если они говорят что-то ценное, но свою позицию буду отстаивать до последнего, иногда это очень тяжело, но раз начавший уже не остановишься, очень тяжело бывает. Спасибо. Светлана, а можно я вот вопрос такой задам? У нас сейчас на отделении вымечается сотрудничество с фондом ВИЭСи, которые нас обещали научить азам медиаторской работы. У меня, соответственно, вопрос, вот когда вы устраиваете выставки с прицелом на критическое высказывание, вот публика реагирует на критицизм ваш, я так понимаю, тоже критический, вот, и есть ли у вас стратегия вот такая вот работы с посетителем, если угодно, ну, по крайней мере, в тех вот регионах, где, в Узбекистане, да, которые вообще не имеют никакого знакомства с современным искусством, как-то можно уже обобщить вот эти вот случаи? Да, безусловно, сейчас такая практика, во-первых, экскурсии, да, по выставке, мы делаем экскурсии, записываем их, например, у нас в Манеже была, у нас Борь Клюшников вёл, или там Анатолий вёл, мы всё это записывали, выкладывали, у нас были экскурсии, потому что и там, ну, вот где-где в Манеже были модераторы, и я писала тексты про каждую работу, им давала, они читали, и их там было достаточно много на площадке, человек 10, как минимум, и они всё время общались с людьми, то есть практика в Манеже абсолютно такая. В Узбекистане мы сами с Аликом, Алик всегда был на площадке, и, собственно говоря, ловил посетителей, и объединял группы, проводил экскурсии, это тоже у нас было. Вот под давлением, когда была выставка, был текст Егора, он был распечатан всем он давался, но Галилея Попов, они обычно сотрудники достаточно интеллектуальные, могут что-то объяснить, вот тут я не могу точно ручаться. Другие наши выставки, если студенческие или выпускные какие-то выставки, то часто тоже есть время, когда кто-то из художников каждый день находится на площадке и может что-то рассказать. Да, спасибо, понятно. Это зависит, знаете, еще от возможностей и так далее. Вот знаете, когда мы делали выставку «Ура скульптура», это было фантастически, я там каждый день заходила на нее, но когда в Москве она дольше шла, в Питере нет, и в Москве было удивительно, что приходили люди, я так даже стеснялась, я думаю, наверное, сейчас будут критиковать еще что-то, а они с таким интересом ходили, смотрели, и я сама каждый день кому-то рассказывала, проводила эти экскурсии, то есть вот мы заходили и что-то вот кому-то говорили, объясняли ту или иную работу, это было, для меня это было потрясающе, что просто какие-то обычные совершенно люди, они восприимчивы к этому всему, и не надо недооценивать зрителя, мне кажется. Да, да, а бывало так, что зритель даже доброжелательный, но совершенно не так все понял. он не так все понял, но может быть, но я могу сказать, что я не присутствую все время в какой-то выставочной аудитории, я, в общем, сделала свою работу, и... То есть вы за это не отвечаете за вот misunderstanding, то есть это неправильное понимание, это не... Если у вас модераторы, то я им тексты даю, я провожу экскурсии, их записываю и выкладываю, то есть что с моей точки зрения организационной нужно сделать, я делаю. Если возможно сделать дискуссию круглый стол, мы всегда делаем дискуссию круглый стол и приглашаем туда кого-то. То есть это достаточно часто бывает. Понятно, спасибо. Коллеги, я сейчас студентов и культурологов спрашиваю, пожалуйста, используйте возможности, задайте вопросы. Я думаю, но как бы тоже нужно с одной стороны использовать возможности, с другой стороны не перегружать. Я открыта абсолютно и готова там как-то. Все устали, мы вам невероятно признательны, столько времени на нас. Если у вас будут вопросы, мы можем еще какой-то мастер-класс сделать или еще что-то. Ну, мы счастливы, конечно. Спасибо. Я бы закончил со своей стороны на том, что если вот этот первый опыт коммуникации взаимно вызывает скорее хорошие эмоции, то и кажется важным для общего контекста нашего московского, то было бы хорошо иметь какой-то повод обсудить по окрестному будущему еще какие-то перспективы для повода для взаимодействия хотя бы небольшого проблемы еще там. Может быть, мы можем тоже сделать теоретическое мероприятие для... Да, смотрите, у нас сейчас будет Винзавут Оупен, если вы знаете, по-моему, 17 июня, я точно не могу сказать, и мы делаем выставку кураторскую, и я куратором буду здесь в этот раз обычно Анатолий, но так получилось, что я буду делать. И, во-первых, мы вас пригласим туда, мы можем дискуссию на площадке, и у нас есть параллельная программа, в которую мы можем включить вот какую-то дискуссию, обсуждение с вами выставки, потому что мы уже сейчас формируем параллельную программу, нам дают винтажный зал, и мы совершенно картинками можем что-то взять и обсудить с вами. Спасибо, замечательно. Минципиально открытый, тогда я нам еще... Да, тогда будем на связи. А Настя Шавлохова еще работает на винзаводе, известно? Нет, она же работает сейчас в галерее сцена в Рихтере. Она там ведет свой проект. Понятно. Ну, ладно, тогда выйдем как-то через своих людей. Спасибо. Так что обращайтесь. Я, со своей стороны, тоже в ответ на «Завод Офан». Скажем, мы сейчас делаем, вы тоже, наверное, видели где-то случайно про альтерглобализм в Беляево. Там ваши студенты-выпускники, кстати. Судя по всему, уже мы сейчас на финальном моменте утверждения списка произведений художников. Ну, еще должны утвердить, они там в дилекции. Вот, но там тоже есть простор для какого-то, может быть, это тоже обмена опытом и мысленным. Хорошо, вы пишите и объясняйте, чего, как, чтобы уникнуть в темно. Хорошо. Спасибо большое. Я буду знакомиться со всеми, и спасибо, что вы послушали, что мне удалось что-то подобрать. Вам спасибо огромное, что же прямо от лица мне факультета приношли. благодарность. Спасибо вам большое, это очень ценно. Александр Александрович, вы тогда завершайте, вы официально модератор, да, тогда? Всем спасибо, всем благодарим, Светлана, большое почтение. Спасибо. Мы завершаем, спасибо. Спасибо вам, благодарим, на свидание. Большое свидание. Субтитры создавал DimaTorzok,